В этом детском саду температура воздуха в течение дня колеблется от 9 до 15 градусов тепла. Но сегодня, как заявила заведующая, столбики термометра в группе стали подниматься. Ну, одевали детей потеплее. Старались утром до прихода детей включить обокреватели. И дети, когда спят, тоже обокреватели включали. Из 200 ребят сегодня сюда пришли 180. Закрывать детский сад из-за холода в группах указания не было. Руководство объясняет это тем, что у всех воспитанников работающие родители. И с детьми просто некому сидеть дома. Пострадал только один детский садик, потому что на эту ветку как раз по взрыву котельной приходится этот детский садик. На сегодняшний день во всех группах были установлены дополнительные обогреватели. По словам родителей, холодно не только в группах дошкольного учреждения, но и в некоторых домах поселка Юдина. У меня дети спят одеты в колготках и в кофтах. До сих пор дома морозилка, в садике холодно. Ребенок сопляет, кашель. Хотелось бы, чтобы, раз с нас задирают деньги за отопление большие, чтобы давали нам это отопление. Причиной низких температур в детском саду стало чрезвычайное происшествие. В ночь с 6 на 7 февраля в котельной произошел взрыв. Тогда в здании котельной взорвался один из трех котлов, который нагревает воду. Никто из людей не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося и подсчитывают убытки. Предполагается, что причиной взрыва стал человеческий фактор. Ведется расследование. Прекращения теплоснабжения практически не было. В течение часа мы уже подали тепло. Работали в субботу и воскресенье на несколько пониженных параметрах. Сейчас практически параметры восстановлены. Значит, котел у нас тоже готов уже. Сегодня заканчивается работа. Завтра будем пробовать разжигать. Чтобы никто не остался без тепла, специалисты Казэнерго в экстренном порядке стали проводить ремонтные работы. Главный инженер пообещал, что в детском учреждении уже завтра станет существенно теплее. Эльмир Глехметов, Айгуль Незамудинова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.